Неизвестно, как дело повернётся, может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на радиоболтком авторскую программу Константина Рангса «Климат-контроль». Действительно, только что называется «Открыть ящик Пандоры». Всем ещё раз доброго дня. Константин Рангс – учёный, пишущий о науке, журналист и малорской геолог с нами на прямой связи. Здравствуйте. Доброе утро, Константин. Здравствуйте. – 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, напоминаю, номер WhatsApp – 2-3-0-6-1-9-1. Начинается программа «Климат-контроль». И мы говорим действительно о том, как изменения климата влияют на нашу повседневную жизнь, влияют на жизнь стран, экономики, людей. Но по традиции, наверное, может быть, начнём с погоды. Что нас ожидает на ближайшую неделю? – На ближайшую неделю нас ожидает такая же солнечная погода, как сейчас. Возможно, лёгкие такие изменения, но ничего существенного вряд ли может произойти, потому что над нами висит гигантским куполом. Это, можно сказать, от Чёрного до Белого моря, от Балтики до Урала, гигантский совершенно антициклон. То есть область повышенного давления. Эта область, как и все антициклоны, плавно вращается по часовой стрелке. И, собственно говоря, вот у нас будет такое маловетрие и солнечная погода. Но надо сказать, что вообще для обыкновенного жителя это приятно, весна. Ведь стоит вспомнить, что завтра начинается астрономическая весна. День станет официально длиннее ночи в нашем полушарии. Ну и, собственно говоря, можно сказать, что всё, до сентября месяца мы будем купаться в свете. Это здорово. Да, тем более, что я вот, посмотрев ленту Фейсбука, обычно он подсказывает какие-то события, я с удивлением обнаружил, что ещё вот 8 лет назад лежал снег, в принципе, вот в эти дни. Так что нам грех жаловаться. Ну, кстати, он и может ещё выпасть. Вот это то, что я не досказал. К следующей пятнице мы увидим, насколько точен прогноз. Потому что предполагается, что как раз к следующей пятнице этот самый антициклон рассосётся. И циклоны с Атлантики таки дойдут до наших берегов. А это означает, что температура снизится, уже не будет днём по 10, плюс 10 градусов. Температура снизится до плюс 3-4. И к чему это приведёт? Это приведёт к тому, что ночью будет ещё тоже минусовая температура, будет выпадать дождь, и, возможно, кое-где мокрый снег. Но, слушайте, за неделю предсказать очень сложно. Сейчас другое дело, что, например, вот над Западной Европой стоят пылевые тучи, пылевые облака. Этот циклон Селия засосал огромную массу песка из Сахары, выбросил её таким мощным потоком на Испанию. С Испанией он немножко завернул над Бискайским заливом на юг Франции, ушёл к Альпам. Чудесные сейчас можно найти в соцсетях фотографии, как такая марсианская пустыня. Это Альпы. Там копни, и под слоем вот этого пыли, этой по Сахарской, там белый снег. Ценители уже говорят, что очень красиво едешь, и как бы двуцветный такой. Что-то кофе напоминает кому-то. Под чашку кофе с пенкой. В общем, короче говоря, эта пыль уже дошла и до Ла-Манша, но, как говорится, до нас, если что дойдёт, то практически незаметно. Ну, так говорят. Но, в принципе, вот этот циклон, и там ещё один подходит со стороны Исландии, вот они должны у нас изменить погоду через неделю. А пока, пока у нас будет солнечная и сухая погода. Что, кстати, не очень радует наших сельскохозпроизводителей, потому что земля высыхает просто на глазах. Каждый видит эти клубы пыли, которые на наших дорогах, на обочинах, и надо сказать, что уже даже на грунтовых дорогах видно, что они подсыхают, и подсыхают очень быстро. То есть дождик бы не помешал. Ну, простым людям, конечно, он не очень нас порадует, но для природы, для сельского хозяйства... Ну, в нашей природе нужно, чтобы он был. Вот можно сказать так. У неё свои, как бы, интересы, и, собственно говоря, наши интересы тоже с её интересами совпадают. Так что, в принципе, ожидается, что через неделю ситуация изменится. Вот такая вот есть надежда. Ну, между тем, вот, если мы говорим о природных, стихийных явлениях, буквально на днях, там, 16 марта, позавчера, сильное землетрясение произошло у побережья префектуры Фукусима, и даже, говорят, в результате цинами погибли 4 человека, около 100 человек получили ранения. До... высотой до 30 сантиметров были зафиксированы цинами. Что это за такое вот... Докатится ли до нас, насколько эти землетрясения становятся частым явлением? Ну, трудно сказать, но надо сказать, что там, где произошло землетрясение, это тот же самый разломы, те же самые разломы, что где были землетрясения диагностированы. И в 11-м году, которые, кстати, привели к катастрофе на АЭС Фукусима. Но сейчас АЭС Фукусима уже не в рабочем состоянии, там уже, как бы, к этому все уже готовы. Дело другого рода, что Япония — это страна, которая вечно будет трястись. Там ничего не сделаешь, там сходятся гигантские тектонические разломы. Это, можно сказать, гарантированно на сотни миллионов лет вперед, что там все будет происходить. И даже трудно сейчас сказать, как это будет происходить. Другое дело, что, конечно, как только появилось такое сообщение о землетрясении в Японии, тут же сразу проснулись всевозможные сайты, которые стали рассказывать о том, что вот скоро-скоро начнутся землетрясения и в более близких к нам регионах. Например, вот я видел, было такое о том, что вот, скорее всего, скоро может проснуться Эльбрус и Казбек на Кавказе. Это же спящие угол вулкана. Они извергались в историческое время. Вот где-то последнее крупное извержение 500 лет назад. То есть, собственно говоря, это уже вообще в письменной истории человечества. Ну, к тому же разговоры идут о том, что могут произойти землетрясения и в Средиземноморском регионе, в Италии и так далее. Но, в принципе, это как раз вот именно разговоры. Вот так можно сказать. Потому что никаких серьезных исследований, никаких данных, которые можно было бы положить на стол. Вот даже если бы можно было сказать, что вот мы говорим о том, что вот в течение хотя бы там плюс-минус 5 лет будет землетрясение такой-то энергии, допустим, там 7 магнитуд, то это хоть какие-то были цифры. Сейчас же в основном все разговоры идут либо с какими-то фантастическими цифрами, либо вообще, собственно говоря, вообще. Поэтому надо сказать, что, ну, было землетрясение в Японии или будет и землетрясение в Японии. Ну, Япония такое место. То же самое, как Сахара. Вот там жарко. Вот что удивляться, если сказать, что этим летом там будет 45 градусов в тени. Ну, будет, конечно. Так что не стоит по этому поводу особо переживать. Ну, если по этому поводу не переживать, то тогда, я думаю, надо будет нам переживать из-за роста цен на энергоносители. И мы видим, как вмешивается политика очень сильно в это потребление, поскольку наш премьер, Кришан Искаринч, выступает за то, чтобы отказаться от российской нефтегаза и вообще отказаться от этих в пользу возобновляемых источников энергии. Насколько это прожектерство или это реальные планы, которые можно реализовать в наших условиях? Ну, что-то можно реализовать. Деньги у Евросоюза есть, и эти проекты никто ведь не отменял. По большому счету, зеленый курс, зеленая сделка, Green Deal, он как был утвержден, так никто ж не говорил, что его отменяют или сокращают, или переносят. Поэтому ясное дело, что идти будем тем же самым путем. И другое дело, что говорят о следующем, о том, что вполне возможно, не учли такие факторы, которые не зависят от воли политиков. Вот что интересно. Это прежде всего, например, рост цен, связанный с тем, что растет количество покупателей таких металлов, как литий, никель, кобальт и медь, в том числе алюминий, которые нужны для того, чтобы делать те же самые электромобили. Вот эти металл... Ну, батареи имеются в виду для них в первую очередь. Так вот, для того, чтобы это все их делать, естественно, растет на эти металловый спрос. А я вам хочу сказать, что ну никак вы не можете увеличить это производство по щелчку пальцев. Во-первых, надо сказать, что даже если вот вы представьте себе, что вот у вас какая-нибудь страна есть, и вы обнаружили, что в этой стране есть большие залежи лития. Ну, казалось бы. Так для того, чтобы вам надо начать эти залежи сделать, вам нужно для начала произвести геологическую разведку, чтобы понять, сколько у вас этого лития. Сколько вам потребуется расходов, чтобы литий... А он же не просто литий лежит. Это соединение соли. Вам нужно сколько потратить средств, чтобы собрать этот литий, потом его очистить, потом же его нужно будет отправить на заводы, где получат, так скажем, итоговое сырье. Там не чистый литий, там соединение, но неважно. Короче говоря, нужно выяснить, сколько в конечном счете вы можете заработать на этом деле. При, допустим, средних существующих ценах. Конечно, они могут повыситься, это будет хорошо, но давайте рассчитывать на средний. И вот тут очень важная вещь. Может оказаться, что это месторождение при нынешних ценах не рентабельно, а будет рентабельно, если цены повысятся. Ну, значит, нужно это все будет делать года через два. То есть разведку мы сделаем сегодня, но тоже потратим деньги. А уж добывать, когда мы будем. И как получится добывать. Вот это очень важная вещь. И кроме ведь этого же нужно понимать, что добыть-то вы добыли сырье, а кто его переработает, это сырье. Значит, следовательно, это тоже завод уже не строится по мгновению волшебной палочки как в компьютерных играх. Это тоже нужно сделать изыскание, проекты, построить завод, запустить его. То есть возни полно. И вот тут-то как раз получается, что ведь такая же возня с добычей нефти и переработкой ее для получения бензина, дизельного топлива, авиационного керосина, мазута, гудрона и так далее, и даже таблеток для здоровья. Но вот казалось бы, казалось бы, нефть, она и есть нефть. Вот что в Америке, что в России. Нефть совершенно разная. Нефть, по сути дела, это обобщенное описание самых разных углеводородов. Это представьте себе, допустим, говорить, что вам на обед подадут 400 грамм углеводов. А что такое? Ну, 400 грамм углеводов. Значит, огурец содержит углеводы? Содержит. Значит, его тоже можно считать. Вот. Хотя больше балластной воды. Потом, значит, картошка – углевод. Булочка – углевод. Ложка меда – углеводы. Чистые, да? То есть на самом деле это совершенно непонятно. И вам могут принести чашку меда, и вы фактически углевод. А могут тарелку картошки. И если чашка меда к десерту или, допустим, чашка мороженого это как бы пойдет, то если вам принесут на десерт жареную картошку, то это будет немножко удивительно. А может быть, вам ее сырую подсунули. То есть вот то же самое и с нефтью. Нефть бывает легкая. Такая легкая, что теоретически ее вообще заливали в двигатели старых тракторов, которые не были требовательны к топливу. Вот это. Она буквально прозрачная. Знаете, такая светло-светло-желтенькая жидкость. А бывает нефть такая, в которую, что называется, ножом режь. То есть нефть бывает самая разная. Там самые разные содержания тяжелых легких фракций. Побочные продукты там есть. И поэтому, когда вы строите завод и налаживаете аппаратуру, на какой температуре как будет все подогреваться, какие там будут процессы, это сложная штука. управляемая сейчас очень мощными компьютерами. Все это делается, юстируется, настраивается на ту нефть, которую вы получаете. То есть есть как бы такой стандарт. И вот эта нефть, ваш завод рассчитан над этот стандарт. Вы не можете сегодня утром работать, условно говоря, с нефтью WTI, да, техасской, а потом взять и налить себе, начать перегонять, вот прямо, как говорится, пришла вам нефть Сокол, Сахалина, которая отличается исключительной легкостью и частотой. А потом включить, начать нефть из этого самого, из сланцевых месторождений, которая тоже очень легкая. То есть вот она, какая возникает проблема. Поэтому каждый раз перестраивать огромный нефтеперерабатывающий комплекс невозможно. И вот тут если вы это будете делать, ваша нефть вообще станет, ваш бензин и солярка станут какого-то поднебесного кошмарного цены. Поэтому возникает следующая вещь. Для того, чтобы вся система работала, вы уже сейчас должны вкладываться в нефть во весь всю цепочку, которая как бы сработает через как минимум 5-7 лет. А сейчас говорилось, на волне таких энтузиазмов говорили о том, что даже нефтяные компании прекращают вкладываться. А что это означает? Это означает, что через, допустим, 5-7 лет вот эта несогласованность, проблема есть такая нефть, нету такой нефти, что делать на заводах, куда везти свою нефть, она будет становиться все более и больше сложной. Об этом говорят даже те, кто как бы двумя руками за переход на зеленую энергию, но для этого же нужно время. У нас на земле полтора миллиарда автомобилей. Полтора миллиарда это полторы тысячи миллионов, а электромобилей несколько миллионов. То есть ясное дело, что процесс замены автопарка будет длительным. Очень длительным. Им всем нужен будет бензин, но дело все в том, что если у вас не согласован этот процесс или раз согласован, сейчас только первые признаки есть, что там где-то не та нефть или что нужно ограничение. Но если дело так дальше пойдет, то будет очень нехорошо. И поэтому сторонники зеленой энергетики вполне справедливо говорят, что получать электричество надежнее, особенно если у вас руками нет месторождений. и потому что поставите в ветропарке, будете получать электричество. Если будет много электромобилей, то тогда или допустим солнечные батареи, тогда ваши электромобили будут теми самыми хранилищами электричества, которое вы будете запасать. Ну условно говоря, ветер дует ночью дом, крутит ветряк, и это электричество идет, запасается в вашу автомашину. Утром вы вышли, сели в свой электромобиль и спокойно поехали, фактически за бесплатно. Ну, считайте, амортизация ветряка. Ну, вот это, конечно, очень интересная идея, но опять-таки весь вопрос в том, что для этого нужно, чтобы этих электромобилей в стране было полным-полно, большинство, а с другой стороны, нужно, понимаете, свои солнечные батареи и ветряки могут поставить люди, у которых есть свои, которые живут в индивидуальной застройке. Ну да, я думаю, что в многоквартирном доме вряд ли получится, как эти тарелочки на фасаде здания поставить. Ну да, нет, пробовали такое, но те, кто пробовали, убедились, что ну да, это как аварийное освещение вполне, но как вот действительно источник, такой нормальный источник тока очень мало, вы вспомните, посмотрите, у вас, например, чайник берет киловатт электричества, но он у вас час не кипит, у вас кипит, допустим, от силы, ну минут, допустим, пять, то есть одну двадцатую часа, одна двадцатая киловатт, двадцать раз скипятит чайник, вот киловатт час у вас. Но беда-то заключается в том, что ваша батарея на балконе не даст, она вам этого киловатта, ее мощность за счет энергии солнца будет гораздо меньше. Поэтому вот тут, а, например, да, вот согласен, а если у вас есть большой дом, крыша, вы там всю крышу заставили солнечными батареями, то почему бы нет? То есть опять мы возвращаемся к вопросу, извините, социального разделения. Тут важно другое, что, в принципе, и господин Карринш, вот выступая буквально на днях в Сейме, он как раз и говорил о ветра и солнечной энергетике, да, но он и упоминал возможности сотрудничества вместе с Эстонией по вопросу ядерной энергетики. Мы уже говорили, это модульные, так называемые модульные АЭС, они еще пока нигде такая не построена, модульная, вот о которой они говорят. И в принципе, но в принципе это движение такое, которое может теоретически через 10-15 лет решить вопрос стабильной подачи электроэнергии. Но это как бы генеральный такой план на будущее. Сейчас самое близкое, как я понимаю, это сотрудничество с Эстонией в строительстве ветропарков в открытом море, ну или скорее всего на эстонских островах. вот эти Саарема и там очень хороший ветер, стабильный ветер и вот там действительно населения практически нет и вот там действительно можно было бы поставить либо на море, либо на побережье мощные ветропарки и таким образом получать ветроэнергетику. Вот это да, это вполне как бы возможно, но это тоже не решение завтрашнего дня. Так что в принципе, конечно, вот эта идея отказаться от российского газа, она же витала до 24 февраля. То есть это просто сейчас она как бы обострилась и стала такая, ну приобрела такой еще более яркий стратегический политический характер. А до этого она тоже существовала, но тогда как бы это было более растянуто во времени. Сейчас это более сжато. Поэтому несомненно, что будем сейчас решать страны Балтии, я имею ввиду, которые сидят используют российский газ, Финляндия, будут решать вопрос, как этот вопрос можно, ну, как что-то можно сделать. Вот, например, у финнов выяснилась неожиданная проблема, что оказывается они для своей возобновляемой энергетики в том числе закупали российскую древесную щепу. сейчас как бы щепа не пойдет, потому что невозможно это ее продать, ну, из-за существующих санкций. Ну, вот они сейчас будут, я так думаю, что они очень сильно толкнут своей системой разработки по производству из своих материалов, отходов лесопромышленного комплекса, жидкого топлива. Финны уже делают солярку, авиационный керосин и бензин из, грубо говоря, из пеньков. Так что, в принципе, они могут это дело педалировать, ускорить, потому что у них есть задел. Я надеюсь, что они не, так скажем, не пожалеют и помогут и нам помочь. Если мы своевременно к ним обратимся, то вполне возможно можно будет создать какой-то такой северный консорциум, который будет производить жидкое топливо из возобновляемых лесных продуктов. Конечно, это не решит всю проблему, но что-то поможет. Константин, все-таки что за каким видом энергетики будущее? Газ, нефть, электроэнергия от ветряков что нас ожидает? А вот как раз сейчас получается ситуация, что рыцарь приехал на перекресток дорог. Вот этот момент, такая точка, когда точно сейчас неизвестно, как все будет развиваться. И это очень серьезный вызов. Поэтому сейчас я уверяю, как можно посмотреть, все энергетические аналитики одни с надеждой смотрят на развитие ситуации. Надо сказать, что очень Соединенные Штаты давили на Саудовскую Аравию, ну, как лидера ОПЕК, организации экспортеров нефти. Но ОПЕК, Саудовская Аравия, имеет свои взгляды, у нее какой-то наметился любопытный тренд в сторону Китая, Индии. Она больше начинает смотреть на эти страны, потому что они растут, эти страны с растущей экономикой, с растущим населением. И вот надо отметить, что, допустим, при всех, так скажем, разговорах, которые идут об экологии, допустим, тот же самый господин Си Цзиньпинь заявил о том, что мы не можем жертвовать современным благосостоянием народа, решая планы далекого будущего. Примерно такое же отношение и в той же самой Индии. Я прошу прощения, в обоих странах в сумме 3 миллиарда населения. Вы подумайте, 3 миллиарда, 3 тысячи миллионов. Это огромные потребители. А рядом один Пакистан, допустим, что стоит. А там уже под 200 миллионов населения. Бангладеш. Знаете, там, когда переходишь вот к этой Юго-Восточной Азии, ты понимаешь, что там совершеннейшее огромное количество потребителей. И что любопытно, они не очень заморачиваются по поводу выбросов углекислого газа в атмосферу. Вот там начинают больше думать о том, чтобы пластик не выкидывать, не засорять природу. Это да, об этом начинают все больше и больше. А вот с углекислым газом им еще далековато. Хотя Бангладеш уже страдает от изменения уровня моды. Но тем не менее люди хотят потреблять, хотят ездить на машинах. И поэтому как бы Саудовская Аравия и другие страны залива у них есть такой стабильный дорогой рынок поставок. Поэтому как все развернется еще неизвестно. Сможет ли Европа быстро показать пример выйти с вот этим прорывом электрическим? Вот это никто сказать пока что не может. Так что будем смотреть на ту погоду какая у нас есть и надеяться на то что как говорится хуже не будет. Спасибо большое Константин Рангс и программа Климат Контроль до следующей пятницы хорошего дня хорошей недели до свидания.